Добро пожаловать в уборную на Международной космической станции. Предположим, вы оказались на МКС и вам нужно посетить туалет. Сначала заходим в кабину и первым делом берем этот прибор. Поворачиваем переключатель на 90 градусов в положение открыто. Включается насос и все всасывается в шланг. И тогда этот желтый конус можно использовать для малой нужды. Для большой нужды используется абсолютно такой же принцип всасывания. Здесь есть контейнер для твердых отходов, а сверху такое сиденье. Контейнер соединен шлангом с тем же вентилятором, который создает всасывание, что позволяет ходить в туалет в невесомости. Хочу показать, как это действует. Во избежание неприятного запаха включаем вентилятор. Он чуток шумит. Вот так. Поднимем крышку. Под ней видим сиденье, которое окажется довольно удобным. Но в невесомости вы не совсем сидите. Поэтому большинство астронавтов предпочитает поднимать его, напрямую используя отверстие, которое соединено с пакетом. Здесь у нас пакет. Он выглядит вот так. Когда мы закончили, закрываем пакет и проталкиваем его в контейнер твердых отходов. А затем, по правилам хорошего тона, кладем новый пакет для следующего человека. Контейнер меняется после наполнения. Примерно каждые 10 дней в расчете на трех человек экипажа. Например, этот был установлен на 61-й день этого года. Поэтому, скорее всего, мы должны будем его сменить на 71-й день. Моча, она перерабатывается. И из довольно сложного гидравлического аппарата, вот тут, за стенкой, благодаря которому туалет работает в космосе, моча поступает непосредственно в аппарат, тут, в полу. Он отвечает за сбор и обработку мочи и является первой ступенью переработки урины в питьевую воду. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер Верт Дайдер